Внимание! Данная программа является памфлетом и воспринимать ее следует соответственно. Любые сходства с реальными людьми или событиями являются случайными и непреднамеренными. А вот такой вот комментарий. Спасибо, мне новый ведущий понравился. Браво! Спасибо, мама. Верните Дмитрия, пожалуйста. Спасибо, мама Дмитрия. Подождите, ничего личного, но где, Дмитрий? Что-то случилось? Жив-здоров? Передайте там, что фанаты скучают. Ладно, друзья, наконец-то пришло время вам всем признаться. На самом деле Дмитрий Бумистру ушел в отпуск, но он скоро вернется. Он уже в пути. Идет, правда, пешком, потому что Визейр сейчас в Кишнев не летает. Ну а пока этот выпуск проведу я, Иван Кизерицкий, поэтому включаемся. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, если бы в Молдове выдавали премию «Человек недели», то им бы стал, знаете кто? Премьер-министр Дарин Ричан. Да, его имя и фамилия настолько часто фигурировали в СМИ, что мы даже думали назвать этот выпуск «Вечерний Ричан». Ну вот, посудите сами, вот в начале этой недели протестующие вышли к правительству с требованием встретиться с нашим премьер-министром. И к людям вышел пресс-секретарь главы правительства. И знаете, что заявил? Что оказывается у премьера расписан весь день, поэтому он ну никак не может выйти к протестующим. Но это уже что-то новенькое. Раньше власти вообще никак не реагировали на требования народа. И вот, по правде говоря, по правде говоря, господин Ричан действительно был занят. Он в это время изучал школьные учебники. И нет, не для того, чтобы подготовиться к БАКу, а чтобы отчитать министра образования на заседании. Согласен? Это в корне неверно. Что значит папа бизнесмен, а мама заботится о нас, готовит и убирает? Правильно, вот так. Дано, значит, папа в Италии, мама в Израиле. Вопрос. Сколько еще бабушка будет тащить на себе детей? Вот такие реалии в Молдове. Так что господин Ричан молодец. Он очень досконально изучает проблему в сфере образования. Но на этом разбор полетов не закончился. На этой неделе Дарин Ричан отчитал еще кое-кого. Да, не совсем понятно, кому именно адресован этот месседж. Потому что у нас есть только вот этот кусочек видео. Но тут можно только гадать. Ну, возможно, это было адресовано еще одному министру. И нет, не здравоохранение, а министру экономики Дмитру Алайби. Вот уже представляю, заходит к нему в кабинет Дарин Ричан и говорит такой, значит, Так, Думитру? Алайба ему отвечает. Вы что, господин Ричан, ну, стики с таким вкусом ни в одном магазине не купишь. Только в Телеграме. В общем, не знаем, что это такое было, но точно знаем, что с приходом Ричана Молдова стала, ну, вот, прогрессивнее. Ведь если 10 лет назад премьер Филат продвигал обычные сигареты, то теперь глава кабмина продвигает электронные. В общем, неделя у нашего премьера выдалась насыщенная. Ну, а зная продуктивность наших властей, на следующей неделе первой новостью тогда будет вот такая. Дарин Ричан отправился в долгожданный отпуск. Ни для кого не секрет, что в последней неделе граждане Молдовы регулярно протестуют и качают права. Если быть честными, то за последние 30 лет независимости народ скачал, ну, максимум 30% прав. И кажется, вскоре этих прав может стать еще меньше. Ведь правящая партия ПАС представила новый законопроект о расширениях полномочий СИБА. И так были довольны этим законопроектом, что решили показать его аж в Венецианской комиссии. На удивление, там отреагировали на текст закона не с восхищением, а вот примерно так. Нет, ну а как они еще должны были на это все отреагировать? Вот только некоторые выдержки из заключения Венецианской комиссии. Полномочия, предоставляемые Молдавской госбезопасности, чрезвычайно широки. Перечни обязанностей и обязательств СИБА и задач директора СИБА обширны, но в то же время расплывчато сформулированы и включают большое количество всеобъемлющих формул, таких как осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством, или исполнять иные обязанности, установленные законом. Да, вот это удар в пах, вернее, удар в паз. Самое интересное, что в законопроекте не прописано, что это за иные полномочия и обязанности. А значит, если закон примут вот в таком виде, то фактически действия СИБА будут неограничены. Получается, что в аббревиатуре этого органа должно быть не три буквы, а четыре. НКВД. И это не мои выводы, это выводы Венецианской комиссии. Вот, ну, цитата. Такая неограниченная власть явно противоречит верховенству права. Как говорится, хорошие люди снова придумали хороший закон. Нет, они, правда, обещали, что внесут изменения, предложенные Европейской комиссией. Но какая будет гарантия, что в итоге про заключение европейской структуры они не ответят вот так? Кодекс — это просто свод указаний, а не жестких законов. Давайте будем честны. Сотрудникам СИБА вот это вот расширение полномочий вообще не сдалось. У них и так там работы хватает. А им еще и вот новые задачи подкидывают. И что-то мне подсказывает, что за ту же зарплату им придется сидеть и превышать свои полномочия. Но от чего тратить время и слушать обычных граждан? У них там все понятно. Проблемы с финансами, недовольство властями, вот это вот и прочее. Пусть лучше послушают хорошие песни, которые частенько в нашей программе поют молдавские политики. Представляем вашему вниманию хит-парад песен в исполнении молдавских слуг народа. Открывает наш чарт Игорь Гроссу. И песня о его любимой стране. Строчкой выше расположился Андрей Спыну, который объясняет, почему он решил поучаствовать в «Марше феминисток». А я девушек люблю, я их вместе соберу. Вдоль Полиник прибой, за собою уведу. Вдоль Полиник прибой, за собою уведу. Шестое место занимает Думитру Аалайба. Свою песню он посвятил Майе Санду. Также Майе Григорьевне посвятила песню и Наталья Гаврилица. В ней она негодует по поводу снятия ее с должности премьер-министра. Чуть выше в нашем хит-параде, да и по карьерной лестнице, забрался Дарин Ричан, о чем он, собственно, и поет в своей песне. Бронзовую медаль нашего топа забирает Ирина Влах, которая в песне попрощалась с креслом Башкана, так как не может баллотироваться на третий срок. Районы, кварталы, жилые массивы. В одном шаге от первого места, ну, впрочем, как и на президентских выборах, остановился Игорь Дадон. Ему уже порядком поднадоело сидеть дома, и он хочет куда-нибудь поехать. И первое место, вернее, первое безопасное место занимает Илон Шор, который в своей песне анонсировал, когда же будет очередной протест. На этом все. Не забудьте написать в комментариях, какая песня вам понравилась больше всего. И обязательно предлагайте свои варианты. О чем обычно врут на сайтах знакомств, чтобы подкатить к девушке? Ну, кто-то врет о своих доходах. Кто-то слегка фотошопит свои фотографии. Лично я девушкам пишу, что я Дмитрий Боемистру. Поэтому мне никто не отвечает. Но один человек превысил все допустимые рамки вранья. И сейчас я не про среднестатистического депутата, а про уроженку Молдовы, которая выдавала себя за уроженца Молдовы, Сергея. И даже умудрилась взять в жены россиянку. Симпатичная девушка. Справа вроде тоже ничего. Их семейная идиллия длилась почти полгода. Вот интересно, как дама заподозрила неладное? Может, ей показалось подозрительным, что муж всегда опускает стульчак в туалете? Или когда она звонила и спрашивала, Даркой, ну вот что ты хочешь сегодня на ужин? Он отвечал, ну не знаю, а ты что будешь? Ну или когда она ему предложила, а давай вот вместо Леди Чемпионов 82-й раз пересмотрим Титаник. И он ответил, давай. Нет, на самом деле, женщина получила более очевидный знак. Он как-то приехал домой, он всегда что-то носил в сумке своей. И очень часто ее уносил, приносил. И я думала, что он там прячет. Ну и как-то я раз залезла в эту сумку и нашла там резиновые гениталии. Странно, что она раньше не смогла понять, что ощущения не те. Ну и после этого мошенница скрылась, оставив обманутую жену с носом. Ну, точнее, не с носом. Ну, вы поняли с чем, да? А также с кредитами на 5 миллионов. Кроме того, оказалось, что не бинарный Сергей, а в миру Марина, окрутила также еще двух девушек. Вся загвоздка в этой истории в том, что обманутые женщины не могут написать заявление ни на Сергея, ни на Марину, так как состава преступления нет. И кредиты они брали по своей доброй воле. Девушек, конечно, жаль. А вот Сергей Марин, надеюсь, одумается. Бросит обманывать женщин и вернется в Молдову. Тут ее примут с распостертыми объятиями, так как нанесла ущерб Российской Федерации. Да и с такими умениями в смене гендера она будет желанным сотрудником во многих НПО. Скорее Дунай протечет вспять и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил, ответил командир турецкого гарнизона графу Суворову на предложение сдать крепость. Крепость в итоге взяли штурмом, но Дунай вспять не пошел. Но зато через 300 лет вспять пошел Днестр. Вот такое редкое природное явление могли наблюдать жители Сорок. Вот честно скажу, смотрел это видео несколько раз и ничего не понял. Потом посмотрел в обратной перемотке и понял, что река-то течет в противоположном направлении. Я-то надеялся, что раз в Молдове не работают обычные законы, то хоть законы физики будут действовать как положено. Но и тут у нас Каламиния, Ну и Ланимень. Ну а жители Сорок обрадовались. Как-никак в городе появилась еще одна достопримечательность. Некоторые уже даже начали набирать воду, которая течет вспять, чтобы продавать ее, как дорогой парфюм Умника. Но все это оказалось иллюзией. Из-за сильного ветра на поверхности воды создалось впечатление, что река течет вверх. Хотя на самом деле река и текла к Черному морю. Ну, как положено. И если подумать, то и слава богу. Ну, вот сами посудите. Вот что могло случиться, если бы Днестр тек наоборот? Ну, допустим, тогда бы в реке Кристофер Нолан мог бы снять продолжение фильма «Довод». Ну или счетчики в домах, которые питаются до Босарской ГЭС, повернут вспять. Ну ладно, это допустим плюс. И минус квитанция. Но вы только подумайте, что будет с нами, если все то, что сливают туда вот в Днестр, потечет назад. Тогда мы поймем, что раньше очистные пахли ароматами ванили. Но вообще хорошо, что это редкое природное явление произошло именно в районе Сорок. Ведь благодаря этому мы смогли убедиться, что Сорокскую крепость еще не отдали под чье-нибудь посольство. Дружба между человеком и собакой это чистое прекрасное чувство. Так же считала американка по имени Эмбер. Мать семейства родила четвертого сына, но за несколько дней до рождения малыша скончался ее любимый пес Майлз. Хозяйка очень любила пса, поэтому назвала своего четвертого ребенка в честь песика. Вот как оно с детьми. Первый ребенок значит стираем, гладим, кипятим, следим за рационом. Второй значит донашивает все за старшим и играет с его старыми игрушками. Третий ребенок ну если есть из миски собаки, то это проблема собаки. Ну а четвертого видимо можно назвать уже в честь собаки. Скажем честно, ребенку еще повезло, что собака носила человеческое имя, которое в ходу в его родных краях. А представьте, если бы его назвали не Майлз Генри, а Мухтар Генри, Полиграф Полиграфыч Генри или даже Сириус Блэк Генри. Главное, чтобы воспитанием ребенка в итоге занимались не собаки, а то подрастет ребенок, отправит его на деревню к бабушке, а он оттуда пришлет вот такое письмо. Мои папа и мама, я живу хорошо, просто замечательно. Я без вас очень скучаю, особенно по вечерам. А здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. Ну, к курьезным новостям из мира животных вы уже привыкли. Пора рассказать вам о серьезных. И в этом нам поможет наш специальный корреспондент в животном мире Матан Котов. Добрый вечер всем усатым, кроме Ринато. В эфире время животных. Перейдем к главным новостям. На предстоящем Евровидении у Паши Парфени будет серьезный конкурент Кеша Парфени. Для чиновников, которые берут взятки, то есть для всех, придумали новое стоп-слово. Нет. Нет. Нельзя. Компания Аппо-канал начала тестировать специальные датчики, определяющие пригодность воды для купания. Тем временем на фудкорте в Моле начали продавать новый вид хот-догов. А теперь спортивные новости. Впервые на чемпионате мира по бегу победила черепаха. На спине черепахи находится тренер Жаба. Жаба обещает, что будет душить черепаху, если она не победит. Но главным событием стало то, что Тираспольский шериф проиграл в Лиге конференции из-за того, что поставили в состав неопытного вратаря. Зарубежные новости. В Кот-Анджелесе прошла 95-е или, если считать в собачьих годах, 18-е церемония вручения Звера Оскар. В номинации «Лучшая спортивная драма» победил фильм «Убойный кот-боу». В категории «Лучший фильм» конкурировал кроссовер фильма «Форсаж». Но больше всего зрителям была оценена романтическая лента «В котометре друг от друга». Кстати, главный герой кастрирован, поэтому жюри проявила толерантность и вручила ему приз за лучшую мужскую роль. А спонсор нашего выпуска салон котайского массажа. Салон котайского массажа. У нас окончание не только счастливое, но и милое. На этом время животных подошло к концу. Берегите себя и не будьте поводом для похода к ветеринару. Мяу. А теперь перенесемся в место, где процветает социализм. Нет, не домой к Игорю Дадону в Китай. Там мужчины вынужденно взялись за женское дело. И нет, они не начали заботиться о детях, готовить и убирать. Ричан же запретил. В Китае мужчины занимаются демонстрацией женского белья. Так что теперь китайский каталог Victoria's Secret выглядит вот так. Вот с чего бы вдруг? Неужто китайцы решили тоже выиграть какой-то европейский грант? Нет, все гораздо сложнее. В связи с законом о непристойности в Китае теперь запрещено публично демонстрировать изображение женщин в нижнем белье. Правда. Поэтому за дело как всегда пришлось взяться мужикам. Владельцы компании отмечают, что продажи даже растут и что они не понимают суету вокруг того, что они используют мужчин как моделей. У нас же нет выбора говорят. Дизайн не может быть смоделирован нашими коллегами женщинами. Поэтому будем использовать коллег мужчин для моделирования. Да и теперь у мужчин есть отмазка на случай если жена вдруг найдет в его личных вещах чужой бузгалки. Можно сказать, что он нужен был для вот таких целей. В свое время Джеки Чану, чтобы от такого отмазаться, пришлось целый фильм снять. В этом фильме во время титров показывают неудачные дубли, как Джеки Чан пытается надеть женские колготки. Ладно, раз разговор уже зашел за титры, то мне остается сказать вам только одно. Берегите себя и не будьте поводом для плохих новостей. Пока-пока. Вот как можно соглашаться вот на такие вещи? Честно, я не понимаю. Я вот представляю этих китайцев вот эти мужики приедут к нам в Гагаузе вот что с ними сделают тогда да. Вань! Чего? А что у тебя там, Где? Блин, испачкался. Приходится мыть. Сейчас приду, подожди. Сейчас.